Благодать и мир вам, дорогая Церковь Христова, уважаемые друзья! Перед нашей общей молитвой я желаю поделиться мыслью, которая, я назвал ее, «Жизнь человека». И в основании я желаю прочитать место Священного Писания, которое записал апостол Иаков, 4 глава, с 13 стиха. Послание Иакова, 4 глава, с 13 стиха. Здесь апостол пишет такие слова. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вы говорили, «Если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое». Наверное, люди всех поколений, всех времен задавали себе вопрос, что такое жизнь человека. Знаете, когда во вторник у нас был брат, он интересную сказал мысль на этот вопрос. «Жизнь – это большая очередь за смертью, только никто не знает, кто за кем стоит в этой очереди, и никто не хочет быть первым. Когда мы смотрим временами, местами проходят военные события, страшное гонение или репрессии, и тогда мы видим, что в жизни человеческой она ничто не стоит. Человеческое тело, как грязь на земле. Родился человек, короткое время детства, юность, когда человек приобретает какие-то знания, профессию, зрелость, приходит старость, и жизнь закончилась. Какой смысл? И смысла не было бы в этом. Это действительно короткая очередь. Человек отстоял в ней и ушел куда? Когда мы берем в руки Библию, я радуюсь, что Бог дал нам Библию. Там открыто Слово Бога, там открыт план Бога по отношению к человеку. Каждому лично, в целом, к человечеству и будущность. Это прекрасное Слово Божие, это откровение от Бога. И Иов, когда в его жизни были страшные переживания, но у него была в сердце связь с Богом, которого, не видя, верил, которого, не видя, следовал за Ним. Он говорит такие слова. Иова, 7 глава, 17-18 стих. Что такое человек, что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое, посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его. Иов испытал в жизни своей и горечь, и утрату. И когда небо над ним, казалось, надвинулось, как темная туча, но он уверен был, что Искупитель мой жив, и он имеет обо мне намерения благие. Это оставлен нам великий муж Божий, как прекрасный пример Светкого Завета, на который мы смотрим, берем сердце свое, извлекаем уроки. Давид в 8-м псалме восклицает, 8-й псалом со 2-го стиха. «Господи Божий наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес! Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя! Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и Сын Человеческого, что Ты посещаешь его! Немного Ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук Твоих, все положил под ноги его, овец, волов всех и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Господи Божий наш, как величественно имя Твое по всей земле! Это Бог великий, Который управляет всем миром. Но здесь Давид восклицает, что есть человек, что Ты все сотворенное дал ему, положил в подножие. Бог сотворил Адама и Еву по образу и подобию, и Он, помните, сказал, владычествуйте над всем творением, поставил владыкою его один гимн прекрасный. Я помню, тебя царем поставил Бог над всей землей, а ты не можешь овладеть самим собой. Действительно, Бог человеку дал великую и высокую оценку и уровень его в создании. Это венец его творения. Но человек утратил общение с Богом, между Богом и святым, и через грехопадение Адама и Евы образовалась великая пропасть. Но и тогда Бог всегда искал человека, чтобы он ходил пред Ним, как Авраам, и угодил его. И Он бы дал ему обетование, и возвеличил его, размножил его, и дал вечность ему. И Бог, чтобы эту пропасть преодолеть, послал в свое время Сына Своего, Иисуса Христа, который на кресте Голговском стал жертвой умилостивления, примирением. И вот эта пропасть, этот крест Голговский, он эту пропасть перекрыл. И человек имеет доступ к Богу. И мы, через Господа Иисуса Христа, мы дети Божьи. Великое имя дал нам, великий смысл жизни. Апостоль, пророк Исайя, Бог через пророка Исайя, обращаясь к народу своему, потомкам Иакова, говорит, «Как ты дорог в моих очах, много ценен, и я возлюбил тебя». Когда мы смотрим, как человек оценивает жизнь другого человека, это ничто. Когда мы смотрим, и я поражаюсь, удивляюсь, я восхищаюсь и радуюсь Богом Создателем, который говорит, «Ты много ценен в глазах моих! Я возлюбил тебя! Это Бог твой и мой!» Через Господа Иисуса Христа мы потомки Авраама по вере, и мы сонаследники того же обетования. Как дорого и важно в очах Божьих жизнь моя и твоя, дорогой брат и сестра! Сегодня наших братьев и сестер многих нету, они уехали в Теннесси, штат. Там, где на этой вот неделе жизнь закончилась нашего брата, нашего друга Тимофея Маслова. 42 года. Кто здесь давно живет, в этой церкви, те знают. Когда мы приехали, Тимофей был юношей. Прекрасный юноша, который с детства последовал за Господом, отдал сердце свое. Потом они поменяли место жительства, но для него церковь Стойкалыч была родной. И когда у нас готовилось к крещению, он тогда мне звонил и говорит, «Саш, я хочу принять в нашей церкви, в Стойкалыч крещение». И мы имели такое вот через телефон связь. Он готовился, все наши классы, которые были по подготовке к крещению, прошел, и они приехали сюда. И с ним еще два брата его были, и Женя, и Виталик. И он принимал крещение в нашей церкви. Потом он встретил в жизни своей в плане создания семьи христианку, девочку Оля. И он тогда звонил, «Саш, я хочу, чтобы вы зачитали меня». И мы ездили туда. Господь благословил их семью, послал им их пять деток и еще троих привитых, восемь детей. Это прекрасная молодая семья, который в жизни своей отдался за Господу, последовал за Богом. И день и ночь старался как бы угодить Богу, как бы исполнить волю Его святую. Это прекрасная молодая христианская семья. Это прекрасный молодой бизнесмен, у которого многие работали. Вот наш Эдик Шендяпин переехал туда, чтобы вместе с ними быть и работать. Это прекрасный служитель в церкви. Его увидели и рукоположили на служителя. Это тот, который ему мало было здесь. Он еще и за границу туда направлял взгляд, чтобы что-то сделать для сирот. И Бог определил, где жизнь, его жизнь остановилась. Сегодня у них будет там юин, похоронное служение траурное, а завтра похороны. Я так подумал, когда с братом я им разговаривал, и он говорит, я слышал такое вот. Я говорю, да, так и так. Ну, насколько я знал о Тимофееве, сказал, он говорит, надо же, за 42 года сгорел человек. В смысле, сгорел в добром смысле, как свеча, которая светила, которая свет давала, и Бог забрал. Я понимаю, Анатолию и Наталье больно. Я сожалею, и Оля, молодая сестра, осталось 8 деток. Но я знаю, Бог их не оставит. Как-то Бог определил. Если мы будем рассуждать, то может неправы оказаться. Я только как Иов на уста руку полагаю, Божья воля. Мы знаем, что Бог его переселил. Мы не успели забыть сострадание нашим от Боброва, Анатолию и Лени, когда в 22 года Стива Господь забрал. Знаете, я думаю, когда мы говорим, Бог забрал или погибла душа, разница есть. Есть. Большая, как день и ночь. Трудно тем, которые остались здесь. А для них это уже вот будущность, которую они ожидали, будущность, которую стремили. Они уже встретились. Сегодня у нас отчетное собрание. Братья будут готовились и говорить о том, что они сделали пред Богом. Я так подумал, наш Тимофей уже с отчетом своим предстал пред Богом. Только не у него в руках отчет, а у Бога. У Бога пишется памятная книга о каждом из нас, дорогие братья и сестры. В нашей жизни человек, оценивая жизнь другого, может быть, ничтожна, может быть, ни во что ставит. но для Бога мы многоценны. Дорогая жизнь для Него наша, твоя и моя. И у Него есть памятная книга, где пишется. С чем предстал Тимофей? Бог рассудит, Бог знает. Бог знает больше, чем мы знаем о Нем. Но, дорогой брат и сестра, Бог забрал 42 года, Бог забрал 22 года, истинно, которую Бог сказал. Широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут им. Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь вечную, и немногие находят его. Эти слова остаются истиной Божией и правдою для всех живущих на земле. Но, знаете, я сегодня не хочу никого пугать адом. Другой мотив. Сестра наша говорит, внучка, к ней говорит, бабушка, вот когда мы умрем, мы на небе будем? Она говорит, ну да. Бабушка, я хочу на небе сидеть рядом с тобой. Почему так ребёнок сказал? Назовите один мотив. Почему так ребёнок сказал бабушке своей? Она и на небе хочет рядом быть. А потому что любит. Дорогие юноши и девицы, дорогие друзья, которые ещё, имя не записано в книге жизни, оно записывается у креста Голгофского молитвы покаяния. Истина остаётся широкие врата и пространен путь, ведущий в погибель. Тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь вечную. И немногие его находят. Это истина. Да и аминь. Но хочешь ты быть с Богом, который говорит, ты для меня многоценен. Я возлюбил тебя. Я тебя на дланях своих написал. И жизнь твоя в твоей руке. Хочешь быть с ним на небесах? Он приготовил обители. И там будут все дети его, кого он назвал по имени. Он даёт новое имя, называет по имени, прощает грех и усыновляет молитвы покаяния у креста Голгофского. Ты был у креста? Если нет, сегодня время благодатное, сегодня время спасения. Может быть, ты был и ушёл, как тот блудный сын. Сегодня призыв – вернись. Бог наш, Бог благий. Псалом 30, 15, 16 стихи. «А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог, в Твоей руке дни мои». Позвольте вам, друзья, как подарок оставить. «В Твоей руке, в Твоей руке, Бог, дни мои». Я не знаю, какой я в очереди, не знаю, кто первый, быть может, я, быть может, ты, и ты не знаешь. Но я знаю, Тима, жизнь, она в руке Бога была. Стива, имея свидетельство, она в руке Бога была. И когда Бог переселил, только оставшимся больно, а им радостная встреча. А если Твоя жизнь прервется? Ты можешь сказать, что это продолжение жизни была жизнь в Боге, а теперь стала жизнь с Богом? Пусть Господь благословит в рассуждении тем, которые еще не в мире с Богом. сегодня во время молитвы вы можете пройти, мы будем вместе молиться, это будет радостная встреча. И последний день февраля это будет днем, когда Господь запишет имя Твое в книгу жизни. А для тебя и меня, брат и сестра, Бог говорит в Твоей руке, в Божьей руке дни жизни. Слава Ему за это. Аминь. Помолимся.